Девочки, погуляла с Эдичкой. Раной сегодня гуляли. Похоже, придется еще вечером идти. Что-то пошли в 3 часа, потому что было солнышко на улице, было прям прекрасно. Мы пошли на море, море бушует сегодня. Пришли домой, купила девочке запеканку, захотела, купила запеканочки, себе сметану, зашла на розанчику. Купила сыр вот такой с ветчиной. Сегодня кашу на бульоне варила. Обалденная, кстати, каша получилась, пятизерновая. Как всегда, хочу есть. Сегодня с Мариной поболтали. Она говорит, буду капусту доедать. Я захотела капусты, Седю привела, пошла в овощной. Купила капусты, купила 2 моркови, купила зелени. У меня был кусочек грудки куриной, прямо чуть-чуть. Боже мой, какая вкусная капуста. Я знаете, как ее тушу? Я сначала немножко поджарила куриную грудку, добавила лук, добавила морковь. И потом добавила, девочки, вот такую аджику добавляем. Делала у меня. Ди аджика. Я вам уже показываю. Вот эта аджика домашняя, стоя в девочке, ее можно и так есть. Она очень, знаете, острая такая, вкусная, девочки, вкусная прямо. И я вот добавила этой аджики, прям пару ложечек, и потом, затем капусту все сейчас посолю. В принципе, она уже готовая. И все, и в кастрюлечку все переложу. Потому что сковородка у меня одна. Я немножко, правда, воды добавляю, девочки. Чуть-чуть добавила воды, потому что капуста не свежая. Ну, в смысле, не молодая. И она такая уже, это... Я люблю, когда сочная. Вообще, люблю, знаете, если честно, капусту люблю тушить, когда гуляш остается. Вот остался гуляш, допустим. И уже не хочется его, знаете, не с... Ну, доедать не хочется. И я тогда просто беру и туда шинкую капусту. И все, и обалденно. Очень вкусно получается. Ну, в общем, капуста и диета. Все, сейчас напомыла в деле, нашинкую. Пока капуста еще тушится. Так, где у меня все тряпочки? Закатила запеканки. И такая вкусная запеканка. Ну, здесь я вам уже рассказывала, девочки. Здесь кругом такие частные мини-пекарни. Вот. И там очень много всего. Куда ты полез? Что там тебе надо? И там выпечки всякой, целая куча. Там овощей, там ничего нету. Яблоки. Кожурки от яблок, овощи. Все. И все, и будем ужинать. Приятного аппетита. Кто садится ужинать. Можно еще в капусту добавить томатного сока. Ну, я думаю, что нормально будет это. Что, я сегодня, девочки, я аж не успокоилась. Я ж не могу так, знаете. На кухне порядок навела. Вот. И все, и пошла дальше. Пошла по всем комнатам. Все, везде все помыла. Все покрывала, поснимала. И которые привезла с собой. И которые у Иры были. Все стираю. И теперь мне надо к ней будет сходить. Взять эту, как называется, девочки? Тренога. На что залазят-то? Ну, в общем, вы поняли. И хочу шторы, тюли хочу постирать. Вот тепло будет на следующей неделе. И уже можно будет это, окна помыть. А что с такими окнами жить? Потому что проезжая часть, машины ездят, окна вообще. Столько грязи на окнах. Я как-то уже от этого отвыкла. А что отвыкла? В Краснодаре первый год приехали, когда квартиру только купили. Мне кажется, столько пыли не было. На окнах. Как потом. Потому что ветра, 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 ветра и надувает с полей. Вообще вот такие дела, девочки. Что, прямой эфир сегодня, девочки? На какую тему забубеним? Прямой эфир. На какую, девочки? Ой. 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 Дурилка. Сразу. Вообще, что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Взяла большую банку сметаны. Потому что думаю, что это не хватит мне маленькой баночки. Иногда, знаете, вот охота, да, чего-нибудь. Вот именно увидела, если и захотела. Бывает у вас такое? Вот она какая запеканочка, девочки. Я ее отрезала. Она с яблочком. Смотрите, какая. И сейчас я со сметанкой. Марина мне сегодня говорит. Давай уже прямой эфир с это, ну, с ужином. Возьми какой-нибудь чай, возьми. Соблазняет меня. Чаек. Вот. К чайку это. Печенюшки какие-нибудь вкусные. Покажи нам. Я говорю, ну да, сейчас. Люди пришли, смотрят, сидим, общаемся. И я буду сидеть, жеваться. Полный рот набила. Зачавкать буду жеваться. Нет уж, говорю. Я могу только одна. Когда одна дома, я могу болтать на камеру. А чтобы люди сидели и смотрели на меня, как я. Так, девочки, пробуем. Девчонки, обалденные. Боже мой, какая вкусная. Вы все время пишите там, почему вы стоя едите. Я не ем, я пробую стоя. Так, все, девочки, капуста вообще обалденная. Капуста. Сейчас покажу вам. Девочки, кинзы много. Капуста обалденная получилась. Обалденная капуста, вкуснячья. Вот именно с этой аджика, девочки. Шикарно. Я сейчас сюда майонезико капну. Прямо чуть-чуть или сметанки. Зелень хочу со сметаной, наверное. Вот. А потом еще чай попью. С запеканкой. Все, девочки, приятного аппетита. Девочки, кто ужинает. Потому что я знаю, что меня смотрят девчонки, у которых... Смотрите, какая. У которых время бежит неумолимо. Ну, допустим, у нас 8 часов вечера, я выхожу прямой эфир, а у девочек уже там вообще очень-очень поздно. Очень поздно. Так что, девочки, вот такие дела. Ой, какая вкуснятина. М-м-м-м. Что-то у меня эта ручка перестала писать. Девочки, перестала писать ручка. Все, закончилась паста. Пошла в киоск. В киоске женщина говорит, нет, у нас только за наличку. Девочки, что у нас союз печать? Киоски союз печать. Только за наличку, да? Можно купить. М-м-м. Похрустывает. Остренькая. Все, без всякого хлеба, без ничего. Хотя купила большую питу. М-м-м. Не питу, как она называется? Забываем, девочки. Как вот эта лепешка называется? Пури. Пури. Ашкурти. Пури. Сынок, ну мы же пошли гулять, я тебя накормила. Девочки, я сижу, он на меня лапками вот так встанет, так приятно. М-м-м. Разве думала я, что простая деревенская девчонка добьется такого успеха в социальных сетях? Да никогда о жизни. Мы не знали, что такое социальные сети. Девочки, учите. Учите компьютер. Покупайте себе айфоны, копите на айфоны. В чем секрет моей молодости? В любознательности. Девочка, ржу над собой. Просто угораем. Что случилось? Что случилось? Ой, зелень со сметанкой вообще обалдеть. Вообще много зелени ем. Лука, зелени много ем. Давно такого не было. М-м-м. Все. Что, девочки, какая тема будет сегодняшнего вечера? Что ты делаешь-то? Про любовь? Я была манинка. Ну, может, в классе шестом. Бабушка с дедушкой уехали в Екатеринбург. Зима была. Была лютая зима. Мело так, что не видно было крышу домов. И в доме осталась моя тетушка Лёля. Лёля. Папина Лёля. Сестра бабушки осталась. Лёлька. Мы её звали тетя Лиза. Он почему-то Лёли. Папа её всегда звал Лёля. И к ней пришла подружка. А что делать ещё? Когда дома сидишь. Я залезла на печку. На печке рисовала. Читала. Сухарики у бабушки всегда. На печке были сухарики. Большой мешок. Из-под наволочка. Не мешок, а наволочка была. И были сухарики. От пирогов остаточки вкусные. Допустим, пирог с поведлом уже не едят. Всё разрезали, посушили, бросили. Всегда сушились сухарики. Мак был. Но я мак не очень любила. Мне не нравилось, что в зубах застревает. А вот прибушек любила. Семечки. Когда же в огородах подсолнухи садили, вот такие подсолнухи росли. Сейчас вот такие маленькие вызреть не могут. Раньше вот такие были. Семечек намолотят. Набьют. Вот эти семечки крупные были. На печке. И к Лёльке пришла подружка. И они сидят, брашку пьют. И договорились до того, брашки напились. До того договорились. Давай вспоминайте любовников. На всю жизнь помню. Кто с кем. Эти люди еще живые. Кто с кем, кто где. Разговор шел о детях. Не о них самих, а о детях. И они до того, ну о молодых. И они до того договорились, что поругались в пух и прав. Одна говорила, я знаю, вторая говорит, нет. Кто с кем. Кто с кем гулял. И вот тогда я узнала секрет. Но на всю жизнь, девочка разговор этот запомнила, но никогда никому не передавала. Никогда. Потому что речь шла об очень известных людях. Вот. И вот вторая подружка ее рассказывала, как он с ее дочерью. Ну, известные люди в тех краях. И подружка ее рассказывала, как он с ее дочерью гулял. Он был женат, у него уже были дети. И для меня это было вообще потрясение. На всю жизнь я тогда не знала, что кто-то может с кем-то еще. Хотя все на виду. Вот, девочки, что бывает в жизни. Ой, ну запеканку-то я съем, конечно. И так вот жизнь сложилась у них. Всю жизнь он с женой прожил. Дочь ее уехала. Потому что перспектив никаких. Любили друг друга сильно, но жил с женой. Уехала, вышла замуж в другом городе. Никогда не приезжала. Не видела я ее. Раза два видела. Красивая. Ну, знала, что есть она родственница. В общем, в шестом классе я узнала, что бывают любовники. Там такие подробности были вообще. Она и засекла. Он пришел, она и засекла. Мать засекла, дочь с ним. И подробно в цехе рассказывала. Ну, как женщины бывают. Сядут, да? Выпьют, и все, и понеслось душа в рай. Ля-ля-та-паля. Так же, как и мужчины, тоже. Друзья, особенно. День в бане на охоте, или еще день в бане. Байки друг другу рассказывают. Девчонки, ну, обалденно. Время 6 часов, полседьмого. Ну, это у меня ужин. Я сегодня ела вот эту кашу. На бульоне. Потом яблочко съела. Потом уже не могла, хотела есть. Съела. А у меня ни хлеба, ничего дома не было. Я ж убиралась целый день. Съела две дольки колбаски, или одну даже. Одну дольку съела. Колбасы, сыра, и пошла в стадию гулять. И все. Пошли на море, а на море вообще обалдеть. Солнце. Много народу. И шторм. Красивый. Красивый прямо. Знаете, погода такая хорошая. Ветер прохладненький такой. Вот, ну, уже прямо тепло. Тепло уже. Отдыхающих очень много. Люди, которые лечатся, вот приезжают. Колясочники. Детей на реабилитации очень много. в Анапе. С родителями. Ну, уже прямо видно, что взрослый ребенок. Колясочки. Господи, и дай Бог. Лишь, ну, пока-пока. До вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова